Сегодня я вам расскажу о такой вещи, как UHPC. Ну, если вы читали анонсы, то вы, наверное, там уже увидели, что там написано «высокофункциональный бетон». Ну, в конце концов, те, кто сюда не первый раз ходит, знают, о чем еще могу я рассказать о бетоне. Тут такой момент, что вот мы говорим «бетон», «высокофункциональный бетон». Наверное, те, кто представляют себе «высокофункциональный бетон», думают, что лучшая иллюстрация того, что это такое, это вот что-то очень напоминающее то, о чем рассказывалось на предыдущей лекции. Но на самом деле «высокофункциональный бетон» UHPC – это вот то, что выглядит приблизительно вот так. Вот это замечательная иллюстрация того, что такое UHPC. Вот это картинка 20 самых высоких зданий, какие они будут в 2020 году. Это не фантазия, это вот чисто на фактах основано. Вот все эти здания либо сейчас уже построены, либо строятся в данный момент, находятся на различных стадиях строительства. Ну, тут мы видим, что вот нижняя отметка, верхняя отметка 600 метров, нижняя – 300 метров. Чтобы вы себе представили масштаб этих зданий, вот нижняя полоса – 300 метров – это вот 10 наших харьковских десятиэтажек, которые поставлены одна на другую. Чтобы вы себе представили, что это за здание. И вот что интересно, ни одно из этих зданий не было построено до 2000 года. Все они вот в последние лет 15 построены. Ну, или строятся сейчас. И вот это как раз и связано вот с этим самым материалом, который называется UHPC. Ну, что такое UHPC? Это он расшифровывается как Ultra High Performance Concrete. То есть это еще один вид бетона. И когда мы говорим о чем-то, что современное появилось вот в последние годы, десятилетия в строительном материаловедении, в бетоноведении – это вот как раз UHPC. Вообще-то у UHPC есть устоявшееся русскоязычное название – это ультравысокофункциональный бетон. И вот у меня я, когда вот думаю, что я вот это название буду употреблять вот в лекции, в рассказе, каждый раз, когда я говорю, что я говорю об этом материале, вот у меня вот приблизительно вот такая эмоция, потому что это не совсем оно красивое, и не сказать, чтобы это сильно правильно было переведено. И поэтому я буду сегодня пользоваться вот именно термином UHPC. Итак, что такое UHPC, откуда он взялся и для чего применяется – это на самом деле один и тот же вопрос. Начать стоит вот с картинки традиционного бетона. Четыре основных элемента – цемент, вода, песок, щебень. К ним добавляется арматура, получается железобетон. Это традиционная картинка для железобетона, как он представлялся, ну, скажем так, в 50-е годы 20-го века. Однако на ней нет одного ключевого элемента, который, вот, собственно, к появлению UHPC привел. На нем нет пор. В бетоне всегда содержится воздух, который либо попадает туда в процессе его перемешивания, либо образуется в том случае, когда у нас вода, которую мы туда вводим для того, чтобы его перемешать, чтобы произошла гидротация цемента. Она недалеко не вся используется. И вот та вода, которая не идет на гидротацию цемента, она со временем испаряется и образуются поры. Нужно сказать, что поры в бетоне – это не очень приятная вещь, по той причине, что они и сами по себе снижают его прочность, потому что это пустота на самом деле, пора, нарушение сплошности. И они очень сильно снижают его морозостойкость, то есть способность бетона переносить зимние условия. В эти поры попадает вода, при замерзании она расширяется, и это вызывает со временем разрушение бетона. Поэтому пор в бетоне люди стараются избежать всеми силами. Но опять же это сильно ограничено тем, что нам нужно обязательно каким-то образом обеспечивать подвижность смеси, чтобы ее можно было перемешать, уплотнить, уложить в форму. И вот самым традиционным способом, как это сделать, является использование вибрирования. Вот такие достаточно крупные виброплощадки используются на заводах для того, чтобы передать вибрацию на бетон. Что тут происходит? Достаточно сухая бетонная смесь. В результате вибрации в ней наступает явление псевдоразжижения, и она становится вот такой вот подвижной, чисто за счет того, что ей передается вибрация. Однако этот способ, не сказать, чтобы очень удачным был. Ну, он требует специального оборудования, он энергоемкий. Хотелось бы, конечно, чего-то такого, чтобы вот мы добавили в нашу бетонную смесь, и она сразу стала хорошей такой, чтобы и одновременно, и хорошо растекалась, и при этом прочность имела большую. И когда люди начали над этим думать в 60-е годы, то первое, о чем они подумали, это о том, что нужно каким-то образом снизить поверхностное натяжение цементного теста. Ну, поверхностное натяжение. Это та самая сила, которая у нас вызывает вот такую форму капли на листочке в бетоне. Это приводит к тому, что на поверхности различных зерен инертных, таких как зерна песка, зерна щебня, на них пленка из цементного теста, на них получается толстой. Очень толстой. И вот именно на это идет значительная часть воды. И вот в качестве способа это поверхностное натяжение снизить, начали применять такие вещества, как ПАВ, поверхностно-активные вещества. Особенностью этих веществ является то, что они имеют полярную структуру, у них гидрофильный гидрофобный конец имеются. Вообще они при введении в бетон вызывают целый ряд явлений, включая образование пленок, которые снижают поверхностное натяжение, вот там разрушение частиц цемента. Все это сводится к тому, что в результате их применения повышается подвижность бетонной смеси без увеличения расхода воды. То есть как раз то, что и требовалось. Нужно сказать, что когда люди начали исследовать эти вещества, то в качестве первых добавок пластификаторов для бетона прежде всего использовались отходы деревообрабатывающей промышленности, сульфидно-спиртовая борда, сульфидно-дрожжевая борда. Потом на их основе получили первые полностью синтетические пластификаторы, такие как линосульфанат натрия. Ну и дальше уже шло развитие в сторону именно синтетических полностью веществ. И сейчас самыми распространенными пластификаторами для бетона являются пластификаторы на основе полиметилен-нафталин-сульфанатов, где мы чаще всего сталкиваемся с действием пластификаторов на основе ПАВ, когда мы имеем дело с наливным полом. Модная сейчас фишка, можно себе в квартире устроить красивый ровный пол, и вот как раз эта красивая ровная поверхность, которая, кажется, сама по себе растекается и расплывается, это вот именно эффект действия пластификаторов. Параллельно с пластификаторами начали использовать такой прием, как введение микронаполнителей, в частности микрокремнезиом. Микрокремнезиом по химическому составу – это тот же самый СО2, что и песок, но его частицы уже имеют размер порядка сотен нанометров, благодаря чему они, во-первых, способны заполнять собой пространство между зернами цемента, а с другой стороны, они сами по себе химически активны и в определенной мере могут цемент заменить. И вот если мы посмотрим на свойства этих двух приемов, то, что они дают, то, с одной стороны, вот пластификаторы, они повышают подвижность, и при этом, если их ввести слишком много, то они вызывают рассваивание бетонной смеси. С микронаполнителями тоже не все так гладко, они, с одной стороны, повышают прочность и долговечность бетона, с другой, повышают же, опять-таки, расход цемента и воды. И вот если мы на эту картинку посмотрим, то мы увидим, что плюсы и минусы этих двух способов, они сходятся между собой, и очень было бы удачно использовать их вместе. Ну, люди так и сделали. В 80-х годах был разработан материал, который назвали High Performance Concrete. Тут нужно сказать, что совместное введение пластификаторов и микронаполнителей, оно позволяет не просто получать либо самоуплотняющуюся смесь, либо высокопрочный бетон. Оно позволяет получать и то, и другое. Поэтому, когда мы говорим просто HPC, в предыдущем поколении современных бетонов, то это не только высокопрочный бетон. А нужно сказать, что прочность HPC, благодаря применению вот этих приемов, по сравнению с обычным бетоном, она возросла в два раза. С 50 до 100 мегапаскалей. Это не только прочность, это еще и возможность обеспечить перекачку этой самой бетонной смеси при помощи бетононасоса. И, собственно, то, что мы видим сейчас, такое количество бетононасосов, это вот как раз следствие внедрения этих технологий. Что касается того, таких совсем уже новых возможностей, которые были открыты на этом этапе, то это вот, прежде всего, мостостроения, мост Акаси-Кайкё. Вот, казалось бы, не такой и большой, вот здесь на картинке, но на самом деле, вот этот центральный пролет у него, два километра длиной, чтобы вы себе могли представить, какие структуры позволило создавать вот этот материал. Ну, а если мы посмотрим с этой стороны, то мы увидим тролля. Газодобывающая платформа тролль А, она находится в Северном море, у берегов Норвегии. Тоже вот на картинке может не показаться совсем большой, но на самом деле, вот эти вот опоры, на которых она находится, стоит, это они на самом деле высотой более 400 метров, они почти в полтора раза выше, чем Эйфелева башня. Вот это то, что позволило сделать материал, который называется HPC. Однако прогресс не стал на месте, вместе с тем начал использоваться такой компонент, как фибра, то есть металлические или пластиковые проволочки или пластинки, которые вводятся в состав бетона и очень значительно повышают его прочность на растяжение, на изгиб, а также его долговечность при истирании. Что, в свою очередь, позволило его очень эффективно использовать для создания покрытий аэродромов. Это первое использование, вот именно фибры в бетонах было. Однако приблизительно в это же время появилось новое поколение пластификаторов. они уже действовали не на основе эффекта поверхностно-активных веществ, а на основе так называемого астерического отталкивания. То есть вот эти молекулы, разветвленные этих пластификаторов, они, попадая на поверхность частицы цемента или какой-то другой твердой частицы, вызывали отталкивание других твердых частиц от нее. И это позволило тоже очень значительно снизить расход воды при приготовлении бетона. И вот как раз соединение этих двух новых компонентов плюс использование микронаполнителей и позволило создать вот такой материал, который называется UHPC, Ultra High Performance Conquer. Чем интересен этот материал, помимо его высокой подвижности, помимо того, что мы вот по сравнению даже с HPC увеличили прочность его в два раза, то есть прочность сейчас подобного бетона составляет порядка 200 мегапаскалей, она приближается к прочности алюминия. Еще интересно, что он вот таким вот весьма нехарактерным для бетона образом изгибается. Конечно, опять-таки в определенных пределах, однако это все равно очень удивительная вещь, которая и позволила, собственно, создавать такие вот очень большие необычные здания. Насколько он прочный, видно вот на этой вот, для примера, картинке, где вот сравниваются железобетонные двутавровые балки, стальная балка и вот балка из UHPC, и видно, что она по своей конфигурации, по своим размерам уже приближается как раз к металлическим изделиям. Единственное, что у нее все-таки внизу имеется рабочая арматура, а так она уже больше похожа на сталь. Ну вот, как бы, я понимаю, что со стороны это достаточно, может быть, не совсем аппетитно выглядит, но вы сегодня уже, наверное, потренировались хорошенько. Вот именно так вот смесь UHPC и выглядит. Вот ее заливают в такую достаточно узкую форму, в которую еще также поместили и арматурный каркас. Нужно сказать, что для обычной бетонной смеси это весьма такое вот напряженное испытание, потому что обычная бетонная смесь, она либо расслаивается уже при такой подвижности, либо она сбивается в какие-то комочки, которые вот там вот в узком месте склонны зависать. При этом нужно заметить, что вот когда заполняют и вот льют на вот этот самый металлический каркас, то вот на нем, вот с него немного стекает вот эта смесь, но стекают в основном тяжелые крупные частицы, а в целом она к нему все равно прилипает. И это очень важно для бетона, потому что для железобетона очень важна как раз адгезия бетонной смеси, к арматуре, и здесь она сохраняется, несмотря на всю подвижность. Что касается, собственно, вот того, что уникально для этой смеси, ну вот, во-первых, посмотрите, льют вроде бы не везде, но при этом уровень выравнивается практически по всей площади, сам по себе. Вот это, собственно, и есть эффект самовыравнивания. И вот если немножко внимательнее присмотреться к этой вот смеси, вот сейчас чуть-чуть у нас устоится, вот становится видно, что из нее сами по себе выходят пузырьки воздуха. Вот тот воздух, который с большим трудом выводится из обычного бетона на виброплощадке, здесь выходит сам по себе. И вот это действительно удивительно для специалиста и уникально. Вот, когда я говорил о UHPC, я говорил, прежде всего, о его прочности. И, собственно, чаще всего о бетонах нового поколения говорят о чем-то, что позволяет строить высокие здания. Однако, посмотрите вот на это здание инженерного факультета университета Южной Дании. Вот эта конструкция, которая идет по фасаду, это не металл и не пластик. Это UHPC. Вот эти невероятные, причем она масштабная достаточно конструкция, при этом очень ажурная. Вот главная фишка UHPC, это возможность соединять вот эту высокую подвижность со столь же высокой прочностью, это вот получение вот таких вот масштабных и при этом ажурных конструкций. Так что можно сказать, что UHPC, это не столько средство рвануться в небеса для современных строителей, это возможность для современных строителей создать новую, несуществовавшую ранее красоту. Спасибо за внимание. Спасибо за лекцию, очень интересно, но возник один вопрос, который вы умолчали, и мне стало интересно. Прочность увеличилась более чем в 4 раза по сравнению с обычным старым добрым бетоном. А насколько увеличилась стоимость? Стоимость увеличилась, скажу вам, но она не в 4 раза увеличилась, она меньше. Я вам конкретных цифр так сказать не могу. Но дело в том, что область применения этого бетона, это не возможность строить из него здания привычных нам размеров. То есть приблизительно, ну то же самое, какие у нас привычные там 9, 12, 20 этажки. Это все мелковато даже для предыдущего поколения бетонов, для HPC. У них там где-то 60 со 100 метров зона, при которой их использование окупается. Вот UHPC, вот последнее поколение бетонов, оно начинает себя эффективно показывать при высоте здания, начинающейся вот как раз с 300 метров. Дело в том, что до того, здание такой высоты строить было сложно и дорого. Вот выигрыш именно вот в этом бетоне, в том, что вот такие очень масштабные сооружения теперь не просто возможно, но еще и достаточно дешево строить при их вот размерах. Спасибо за лекцию, очень классный материал. Меня интересуют два вопроса. Первый, несколько лет назад по известным многим каналу Discovery я встречал материал про разработки прозрачного бетона с использованием своеобразных песков. Насколько это реально? Есть такая история, что да, есть прозрачный бетон, но тут есть маленькая такая заковырка. Дело в том, что в строительном материаловедении сейчас все больше наблюдается тенденция, что бетоном называют не только вот тот материал, именно тот материал, о котором я сегодня рассказывал, но и вообще практически любой композитный материал строительного назначения. В чем-то тот бетон прозрачный, он напоминает вот этот бетон. Но тут нужно помнить, что там используются какие-то другие наполнители, то есть инертная составляющая, которая каркас создает и заполняет основной объем, и какое-то другое вяжущее используется. Я вот, честно скажу, не интересовался, не могу вам сказать, какое там вяжущее используется. Ну вот у нас из прозрачного вяжущего жидкое стекло есть, но оно, я не уверен, что для такого бетона подойдет. Скажу вам, что есть такое, но точно я не могу сказать, каким образом это сделано. Спасибо. И была картинка с троллем, большой платформой. Вот интересует такой вопрос, как производится постройка конструкции на воде, потому как необходимо же укрепить сваи внутри, бетон наливает, конструкцию бетонную формируют заранее и потом опускают, или как-то иначе? Вот как раз с платформой тролль-А есть интересная история, что обычно вот эти вот опоры для нефтедобывающих платформ, они на месте, ну их изготавливают все-таки где-нибудь в другом месте и вот по отдельности затапливают, укрепляют где-нибудь в воде. А вот как раз с платформой тролль-1, тролль-А, прошу прощения, была такая интересная история, что всю вот эту огромную конструкцию изначально изготовили в сухом доке, потом с помощью понтона перевезли на место, где она была установлена, отцепили понтон, затопили ее, ну как-то там, наверное, закрепили на глубине. И вот интересный факт про эту платформу заключается в том, что она является самым большим в истории объектом, который человек перемещал по поверхности земли. Ну, там такой момент, что эта платформа, она стоит на Отмеле, но Отмель это весьма такое условное название, там глубина несколько десятков метров и у берегов Норвегии высокий уровень прилива. Очень сильно меняется высота моря и поэтому вот она то вот по вот этот уровень затапливается, то вот так вот отступает море от нее. Спасибо за лекцию, очень интересный материал. Метко вопрос появился. Является ли бетон, в который подмешивают соль для строительства зимой, HPC? Нет. Бетон, в который подмешивают соль, я вам скажу про бетон, в который подмешивают соль. Соль не для прочности подмешивают. Соль подмешивают для замедления отвердения. Если вы, конечно, имеете в виду, ну, обычную нашу поваренную соль редко используют, но используют различные хлориды. Сейчас, правда, все реже используют. С хлоридами какая история? Они замедляют на определенный срок схватывания цемента. Его можно перевозить на большее расстояние. Но при этом нужно понимать, что хлориды очень активно вступают в реакцию со всяким металлом. И это не только арматура, которая мгновенно начинает ржаветь прямо внутри этого бетона, но еще и те металлические конструкции, по которым бетонная смесь двигается, вот, собственно, на производстве. Соль – это не здорово в целом для бетона. Точнее, до того, с чем он контактирует. Вопрос такой. Какие есть постройки в Харькове, но если не в Харькове, то в Украине, из UAHPT? И насколько возможен наши строители понять, как это делается? Ведь не видно. И вообще, насколько это скоро будет у нас нормой, как железобетон? Именно в Украине бетон, вот по такой или по прошлой технологии, вы нигде не увидите. У нас попросту проблема с возведением зданий такой высоты, их никто не строит. Вот ближайшее место, где у нас можно увидеть бетон не UHPC, а вот предыдущего поколения HPC, это вот в Москве комплекс федерации. Сейчас там несколько других зданий строится. Вот они как раз порядка 600, кажется, метров высотой. И вот там вот используется бетон, который на основе вот совместного применения пластификаторов и микронаполнителей. Что касается вот того, что UHPC, ну, наверное, самый такой характерный пример того, что это можно, ну, помимо вот этого вот корпуса инженерного, это вот, если мы вернемся к самому первому слайду, вот там вот было самое высокое здание. Вот это здание, это вот это вот здание. Вот рядом с ним здание, вот это Борж-Халифа, которая сейчас самая высокая. А вот это здание сейчас строится. Ну, по-своему, совершеннейшее воплощение прочности и долговечности. Здание высотой в километр. Оно в городе Джидда сейчас строится. И вот сейчас оно уже почти на 200 метров поднялось. Вот это там, где можно увидеть именно UHPC. Скажите, пожалуйста, как я понял из лекции, что, по сути, UHPC – это добавление в традиционный бетон этого самого пластификатора и вот этой связующей микродобавки, да? И кому принадлежит, собственно, эта технология, кто является, собственно, изготовителем этой суперсмеси? Тут такой момент, что это не просто добавление в бетон вот этих вот двух видов добавок. Это также, я просто не упоминал этого в лекции, что при этом еще идет усиление качества контроля материалов, то есть вот то, что у нас обычно не контролируется на заводах, оно должно контролироваться. И, опять же, там идет уменьшение крупности крупного заполнителя, там идет использование мытого песка, и самое главное, что все это рассчитывается. Это не просто добавление как-нибудь, вообще весь современный бетон, даже обычный, который нигде-нибудь на стройке замешали, а вот на заводах производится, там идет расчет его состава. И вот здесь был перерасчет, эксперименты, опять перерасчет и так далее, обычный процесс его, процесс разработки любого материала. Что касается HPC, то его разработали в Японии в 80-х годах, а его HPC, дело в том, что разные, в разных концах света, в разных исследовательских учреждениях, вот эти процессы шли параллельно, и какой-то единой рецептуры этого материала просто нету. Каждый его сам для себя разрабатывает, и какого-то патента на одно вот такое нет, может быть, какие-то местные патенты на конкретные уже виды смесей существуют. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...